Лидия, добрый день. Мы в прошлой серии с вами поговорили о ранневесенних обработках, а сейчас хочется затронуть тему поздневесенних обработок, когда уже у нас больше активности, больше вредителей. Наверное, попрошу все-таки, чтобы мы с вами разделили плодовые и декоративные растения. На плодовых растениях есть, на мой взгляд, несколько болезней, которые мы просто обязаны обрабатывать, потому что невозможно культуру вырастить иначе. В частности, я сейчас говорю про манилиоз косточковых культур. Можно потерять растения, если не обрабатывать, да? Лучше вообще не сажать. Ну, то есть вы сторонник, что лучше вишню исключить из ассортимента, воспользоваться какими-то сортами черешни, да? Ну, смотрите, я сторонник, как всегда, принципа разумной достаточности. Что такое манилиоз? Это грибная болезнь, споры грибов попадают во время цветения в пестик и проникают в растение. Когда растение отцвело, то, соответственно, у нас вот эти вот усохшие побеги действительно выглядят как ожог растения. И дальнейшие, в общем-то, происходят почки возобновления, просыпаются, растут. Но у нас крона вся такая вот клочковатая, непонятная, да? А для плодовых для нас же важна структура, с хорошо проветриваемой крона. Мы можем обойтись двумя химическими обработками, даже иногда одной. То есть нам важно обработать до цветения. Причем мы выбираем в данном случае препарат Хорус. Он работает от 4 до 22 градусов, потому что основная масса системных пестицидов, она работает выше 15 градусов, и нам надо раньше, да? Смысл в чем? Что мы этим системным препаратом защитили растение, и во время цветения мы уже не боимся, летят споры, не летят. Я, ну, естественно, как все мы, видела большое количество погибших растений, но на меня очень сильное впечатление произвело в, не помню в каком году, в ботаническом саду роскошно цвела сакура слива саржанта, абрикос. И в это время такая была вот взвесь воды, то есть, ну, и вроде не обработать. Дождь не дождь, но очень влажно, красиво, фотографии идеальные. И потом так полыхнул вот этот манилиоз, то есть реально там вплоть до были обрезки скелетных ветвей, какие-то растения даже были выкорчеваны. Можем идти двумя путями, как всегда, химическая обработка или агротехнические приемы, и, по сути, подбирать посадочный материал. Как оказалось, манилиозом болеет миндаль кустовую, которую в нашей зоне, я говорю про Московскую область плюс-минус, да? Практически все вишни, потому что селекция на устойчивость к манилиозу идет южнее. Абрикос поражается, но не поражается черешня. Сейчас очень много ранированных сортов. И еще, конечно, вишни вылочные, которые все знают, любят, почему-то сажают, да? Она нежно цветет, она в очень сильной степени подвержена поражению манилиозом. Поэтому, если вы обрабатываете от манилиоза, уже пройдитесь везде. В идеале еще, конечно, одну обработку после цветения. Таким образом, вы немножечко захватываете, как и микоз. Это грибная болезнь. То есть у нас что получается? У нас с вами сначала в безлистном состоянии расцвели растение, и начинается раскрываться листва. Минимум. Минимальный на косточках, в частности, на вишни, проводить до цветения. А если не успели, то что делать? А если не успели, мы приходим к такой грустной картинке. У нас с вами дерево, да? Вы видите, здесь и усохшие побеги, обрезка усохшего побега с захватом живой части, да? Ну, и принцип соподчинения. И здесь все равно надо обработать системным пестицидом. Можно скорым уже, то есть он уже при более большой температуре. Но я люблю добавлять, честно говоря, циркон. То есть циркон – это хороший индуктор плодоношения. Можно какие-то пестициды даже снижать дозу, там, процентов на 50. Циркон – единственное, он пенится, помните это, мешать со скорым, да? И вот, на мой взгляд, это неплохая такая вот реабилитирующая обработка. Здесь у нас и фунгицид, и регулятор роста. С вишней, с косточками – все или что-то еще? В основном, конечно, три болезни. Вот это вот манилиоз очень критичный и пятнистости листьев. Они могут быть в слабой степени, сильные, в средней. Продолжение следует...